Николай Шумаков Награжден Орденом Дружбы. Дважды лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства. Добрый день, Николай Иванович. Здравствуй, дорогая. Союз архитекторов России готовит форум алюминий в архитектуре и строительстве. А почему сейчас интерес к алюминию так высок? Вот ты знаешь, я сам задаю себе постоянно этот вопрос, почему это случилось именно сейчас. На самом деле, из всех традиционных классических материалов, алюминий чуть не в первом ряду стоит и должен стоять по своей востребованности в архитектуре. Как кирпич, как камень, как дерево. Алюминий должен стоять номер один, хотя бы потому, что он на букву А. А почему такая задержка получилась, я не понимаю. У нас есть в форуме стекло в архитектуре, у нас есть дерево в архитектуре, у нас есть камень в архитектуре, кирпич в архитектуре. Алюминий как будто не существовал долгие-долгие годы, хотя применение, по крайней мере, у меня на объектах было достаточно активное. Просто из объекта в объект я применял алюминий. Теперь мы с алюминиевой ассоциацией решили, пора двигать материал дальше. Почему только метрополитен, почему только я? Давайте раскроем людям глаза на этот замечательный материал. И поэтому, ну, так получилось, что получилось сегодня, надо было вчера, получилось сегодня, что этот форум открывается. Это будет совершенно шикарное, умопомрачительное мероприятие, я надеюсь, со многими замечательными спикерами, со многими гостями, с прекрасной выставкой, посвященной как раз применению алюминия в архитектуре. Поэтому, ну, вот вы задаете вопрос, я говорю, что должно было быть вчера или позавчера, но получилось так, что сегодня. Извини, пожалуйста. А можете привести примеры нескольких архитектурных работ, проектов, в которых уже успешно использован алюминий? Я сам лично на этот форум принесу ряд объектов. В основном это подземное строительство, иноземное в том числе, где алюминий тотально применен. Например, станция метро Мечуринский проспект, это Калининская-Солнцевская линия, Мечуринский проспект. Там очень, там станция, по сути дела, находится на поверхности земли и снаружи, и внутри. Она облицована алюминием, причем это такой развитый комплекс, и алюминий там взят очень интересно. На алюминиевой панели нанесены рисунки такие замечательного голландского художника, рисунки на тему, естественно, Мечурин. А Мечурин кто у нас был? Яблоки Мечуринские, сады. И вот на эту тему там прекрасные росписи сделаны. Принесем мы туда Шипиловскую, Хорошевскую, ЦСК, Петровский парк и Савеловскую. То есть пять станций и потолки, и колонны, и опять же водоотводящие зонты, все алюминий. Далее тот же метрополитен, Люблинско-Дмитровская линия. Впервые на этих станциях Бутырская, Фанвизинская, Петровско-Розомоская мы применили материал не как отделочный, то есть у него и прекрасные декоративные качества, но как и функциональный материал, то есть в виде зонтов. Зонты, которые отводят воду, которая попадает в подземное сооружение. Поэтому я просто как практикующий архитектор, не как президент Союза архитектов, а как практикующий архитектор, хочу сказать всем, применяйте алюминий. Это шикарнейший материал. Вы сказали про использование алюминия рядом с водой. Вот нержавеющая сталь проржавеет, а алюминия нет? У меня просто личный был пример. Знаменитая нержавеющая сталь на станции Майковская, 38-й год, нержавейка. Начали реставрацию и замечаем, что какие-то пробойные такие, пробойные по всей нержавейке. Вскрыли станцию, оказалось, что практически она до нуля уже проржавела. Ну и прошло. Ну, правда, много лет прошло. Но вот эта пара черного металла с нержавейкой сработала так, что нержавейка превратилась в труху. Но это была реставрация, поэтому нержавейку мы все равно, в любом случае, должны были заменить на нержавейку. Так мы и сделали. Но алюминий не подвержен таким страшным явлениям, как коррозия. Если его грамотно применять, конечно, если не создавать вот ту самую знаменитую пару черного металла и алюминий, которая не позволяет долгосрочному служению этого материала. А если все сделать грамотно, все будет прекрасно стоять, сколько угодно лет. На предстоящем форуме будет работать и деловая программа. Одна из заявленных тем – нормативно-правовая база применения изделий из алюминия в строительстве. А какие здесь существуют сложности? Все дело в том, что по применению алюминия в архитектуре до последнего времени существовали очень жесткие рамки. Они, наверное, оправданы, потому что сами мы знаем, сколько проблем с какими-либо пожарами возникают. И вдруг алюминий превращается в труху за считанные секунды, просто-напросто выгорает. И нормы сейчас в плане пожарной более ужесточились. И самые интересные производители алюминия эти нормы приняли и сделали ряд элементов, которые необходимы в строительстве, не горючие. Пошло одно за другим, нормы ужесточились, пожалуйста, производители ответили на те требования, которые вдруг неожиданно. Но не неожиданно, мы ждали, что эти нормы где-то ужесточились, где-то стали более слабые. Но, наверное, это жизнь так и должно быть. А какие еще новые тенденции сейчас активно входят в моду архитектуры и строительства? Ой, какие вы сложные вопросы задаете. Ну, тенденции у нас какие входят в моду? У нас архитектура развивается, как любая архитектура, как любой вид искусства, он развивается поступательно. И если сейчас будут нащупаны в мире какие-то новые тренды в архитектуре, то, естественно, ответы российских архитекторов или каких-нибудь ближнего и дальнего зарубежья, они последуют незамедлительно. А если о новых каких-то тенденциях или направлениях, ну, пока можно говорить только общие фразы. Архитектура вся развивается, как развивается все современное общество и вся современная архитектура. То есть это тавтология, но это так оно и есть. Вот с развитием каких-то новых технологий, современных, мы иногда забываем историю. И исторические памятники в Москве, они все находятся в хорошем состоянии. Вот, например, в районе Ордынки очень хорошо восстановлены старинные здания, но не во всех других районах столицы. Так, вот как, по-вашему, насколько сегодня уважительное отношение у нас, у москвичей к истории в архитектуре? Ну, я бы не говорил только о москвичах. Это, к сожалению, наша всеобщая российская болезнь, когда мы легко и просто относимся к нашей истории, к нашим памятникам, к нашим памятникам архитектуры в том числе. Вдруг в одночасье исчезают какие-то целые кварталы, например. Например, они неожиданно, по мгновению волшебные палочки, сгорают. И в отсутствие всякого дождя, оказывается, попадает в них молния, какая-нибудь шаровая залетает и выжигает целый район. Это печальная ситуация. И, конечно же, мы все должны любить, чтить, носить на руках нашу историю и архитектуру в первую очередь. Потому что архитектура исчезла, и все, на этом месте встанет то, что не должно быть. Как правило, к сожалению, не должно быть. Потому что любой исторический памятник, любой памятник архитектуры, любой памятник культуры, он действительно памятник. Это наша история, это наше все, это наше прошлое. А раз нет прошлого, то, сами понимаете, прописной истины не будет и будущего. Поэтому только бережное отношение к любому памятнику. И главное, не надо на себя брать ответственность о сносе того или другого сооружения. Представляете, приходит чиновник любого ранга и говорит, этот дом мне не нравится, давайте его снесем. Не надо брать грех на душу, не надо сносить ничего. Много пустых мест, где можно построить то или иное сооружение. Как раз в одном из своих недавних интервью вы сравнили архитекторов, которые соглашаются строить новые здания на месте разрушенных памятников, с акушерами-гинекологами, которые соглашаются делать подпольные аборты. А почему такое сравнение? Ну, потому что, понимаете, есть какие-то этические нормы, общечеловеческие этические нормы, профессиональные нормы. Если человек сносит здание и на месте его строит что-то свое, но, на мой взгляд, сжечь книгу или развести костер из книг, или уничтожить, не знаю, картину, порезать ее на мелкие куски. И если человек переступает через этический порог, с моей точки зрения это неприемлемо. Поэтому, наверное, вот те подпольные аборты, они пришли совершенно правомерно в данной ситуации. Ну, нельзя поступаться какими-то общечеловеческими принципами. А снести здание, преднамеренно снести для того, чтобы там сделать что-либо, ну, переступил человек, ну, бог с ним. Что делать? Не будем же мы его судить и расстреливать за это. А есть ли какие-то, например, топ-3 нет? Вот табу для архитекторов, абсолютные табу, которые вот, ну, нельзя никак. Ух, какой сложный вопрос. Это надо было мне подготовиться. Табу из трех нет. Ну, можно хотя бы табу. Ну, это, я думаю, общечеловеческие табу. Надо быть честным, порядочным, справедливым, любящим, а не ненавидящим. Наверное, это относится и к нашей жизни, и к архитектуре в том числе. Честным и порядочным, не более того. То есть архитектор, профессионал, это в первую очередь порядочный человек. Конечно. Вы говорили о том, что сохранение исторических памятников – это сейчас проблема не только в Москве, но и, в принципе, во всей России. Сколько в регионах ценят архитектуру и культуру? Вы недавно как раз были на форумах в регионах. Вот смотри, самое интересное, что, в конце концов, первый твой вопрос был посвящен алюминию. Почему мы сегодня проводим алюминиевый форум? А в прошлом году, в 2018 году, мы первый большой фестиваль провели под названием «Архитектурное наследие». Центр Москвы, Манеж, архитектурное наследие, вся Россия приехала. И посмотрел, что происходит в этой сфере, в этой области. Так ли мы сохраняем памятники? Так ли мы делаем? Правильно ли мы реставрируем? Остались ли вообще памятники в России? У нас был огромный раздел под названием «СОС». СОС – это полуразрушенные, полубольные или почти умершие памятники архитектуры, которые нуждаются в помощи сегодня. То есть вот такой раздел тоже был. И в этом году, в мае месяце, с 22 по 26 мая, мы в Казани проводим второй уже фестиваль под тем же названием «Архитектурное наследие». Почему в Казани? Потому что именно в Татарстане и именно в Казани есть очень хорошие примеры сохранения исторической среды. Это очень важно. Опять соберется вся Россия. И вот шаг за шагом, каплю за каплей мы должны этот вопрос проговаривать в профессиональной среде, в широкой среде, для того, чтобы, вот именно для того, чтобы решить эту проблему. Хватит сносить, давайте бережно охранять то, что мы имеем. Еще немного о предстоящих проектах. 1 апреля в галерее Зураба Церетели открывается ваша выставка. Эта выставка приурочена к вашему юбилею. А какие там будут работы? У меня есть три основные темы. Вот эти темы, там будут представлены, это прежде всего, портреты, много портретов. Все работы будут новые, абсолютно все. У меня последняя выставка была в Музее современного искусства на Петровке. Порядка 60 работ было. Сейчас будет, ну, примерно такое же количество. Но все новые портреты, обнаженная натура и чуть-чуть немного натюрмортов. Вы знаете, кто самый лучший художник в России? Конечно, я знаю. Конечно, Николай Иванович Шумаков. Спасибо большое. Спасибо. На этом все. Я обязательно хочу побывать на открытии выставки. Спасибо большое за беседу. Тебе спасибо. Спасибо, что была готова к передаче. Спасибо, что очень оперативная. И спасибо, что очень профессиональная. Спасибо. Спасибо. Спасибо.